Вызовы и угрозы. Чёткая позиция и плюраль изменений. Потребление и комфорт. Дано много вводных и на все самые животрепещущие темы. Обсуждаем здесь, в этой студии, в эфире совместный проект телекомпании СТВ и молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси. Меня зовут Евгений Пустовой и мы начинаем. Со стороны виднее. Так всё-таки, чем уникальна Беларусь, мы можем понять, когда говорят об этом другие. Чем Беларусь привлекает иностранцев? Внимание на экран. Открытая белорусская душа и страна. На все попытки политиков прервать межгосударственный диалог Беларусь ответила гостеприимностью и ввела безвиз. С конца июля граждане 35 стран Европы могут без всяких виз посетить нашу страну. Нам нечего скрывать и есть чем удивить. Туризм впечатлений медицинский и даже продовольственный. Это же лучшая реклама страны. Чем Беларусь привлекает иностранцев? Смотрите прямо сейчас в ток-шоу «Да, но». Есть роскошное понятие «голливудская улыбка». Может, в пору говорить о белорусской улыбке? И ведь оказание стоматологических услуг стало брендом белорусского здравоохранения. Пожалуйста, вам слово. Да, Евгений, на самом деле сегодня не только стоматология, но и медицинские услуги, здравоохранение Республики Беларусь – это наш бренд. И соотношение доступности, качества и цены делает нас одной из лучших медицин мирового масштаба. К вам едут в поликлинику? География ваших пациентов? На сегодняшний день география наших стран – это наши ближайшие соседи. Литва, Латвия, Польша, дальше немцы. До 2020 года до ковидного. География была значительно шире, но несмотря на эти проблемы с перезом границ, конечно, немножко поток иссяк, но он сегодня накатывает еще с большей силой, потому что те пациенты, которые стояли, скажем, в близкие ожидания уже там, за границей, они уже как бы изголодались, истощались по нашему здравоохранению, потому что на самом деле этот баланс, цена-качество. Вы сказали немцы, ну немцы, мы всегда привыкли, что это тоже хорошая медицина и так далее, и так далее. Кто-то рекламирует о том, что белорусские врачи туда уезжают, оказывается, к нам приезжают, наоборот, пациенты из Германии. Евгений, в 2017 году мы специально с комиссией стоматологии ездили в Германию. Мы когда сделали реконструкцию, вот в 8-й стоматологической поликлинике, закупили новейшее оборудование и к немцам подъехали. Они нас завели в государственную систему здравоохранения, в частную систему здравоохранения, на завод и на учебную базу. Вот мы ходили, ходили, и знаете, я поймал себя на мысли, а у нас это все есть. И тогда вот я тогда говорю, принимающей стороне, слушайте, у нас все закуплено, у нас это все работает, нам это все знакомо. А давайте, говорит, пофантазируем, говорит, а что вы видите, вот к немцам обращаясь, в будущем, какая стоматология будущего? И вот мы сели на такую свободную уже тему, там фантазировали, что будет в будущем. Потому что на 17-й год по состоянию мы были заряжены, так же, как и Германия. Но я еще раз обращаю внимание, квалификация врачей, оборудование и цена... Доступность наша. Почему я начал тему с медицины, медицинского туризма, это прежде всего и привлекательность, и деньги. Но это прежде всего еще и бренд государства, то есть на каком уровне по развитию медицины можно судить и о развитии всей страны, нашей Беларуси. Раньше говорили о Израиле, о Германии, о Швейцарии. Сейчас можно говорить, что у нас сложился свой медицинский туризм как индустрия? Конечно, об этом можно говорить. И, в общем-то, медицина является одним из отражений развития страны. Мы развивали ее всегда. В советские времена это была одна из лучших отраслей на пространстве Союза. И после того, как Беларусь стала независимым государством, мы не остановились. Сегодня наша четырехуровневая система позволяет развиваться не только всей системе, но и развиваться специалистам. Потому что приезжают на врача, приезжают на оборудование. Сегодня у нас оборудование лучших марок мира. И несмотря даже на те частично санкционные запреты, которые возникают, тем не менее мы находим варианты приобретения оборудования, которое является самым передовым. Ну а специалисты, которые имеют систему подготовки и имеют качество работы, уже давным-давно стали широко известны во всем мире. Сегодня к нам приезжает более 150 тысяч иностранцев для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Причем медицинскую помощь в самых сложных разделах. Это и трансплантология, это и онкология, это и кардиология, это и стоматология и многое другое. Причем я могу сказать о том, что цены на наши услуги как минимум на 50% ниже, чем в той же Европе. И сегодня к нам приезжают не только наши ближайшие соседи, жители постсоветского пространства. Сегодня к нам приезжают со всего мира. И если брать в процентном соотношении, 60% из тех, кто приезжает, это постсоветское пространство, а 40% это те, которые приезжают из дальнего зарубежья. Поэтому представительство 150 стран, которые к нам сегодня приезжают лечиться, о чем-то говорит. Хочется сказать, что к нам еще поступают иностранцы, и наше обучение котируется по всему миру. Скажите, а к вам тоже едут? Много ли пациентов с иностранными паспортами? Я вам больше хочу сказать, что к нам как ехали, так и будут продолжать ехать. И даже пресловутый ковидный период, но, к сожалению, он не отменил те заболевания, которые лечатся и наблюдаются в центре, который я сегодня представляю. Иностранцы нас знают, они к нам приезжают. Мы предлагаем очень комфортные условия и оказываем уникальные для некоторых пациентов лечебные и диагностические услуги. Поэтому я думаю, что мы... То есть в других странах они не могут найти такие услуги, но... Они могут найти в других странах, но гораздо-гораздо дороже. Либо действительно листы ожидания не позволяют пациенту в ряде заболеваний просто ждать. У него нет времени для ожиданий. Поэтому мы готовы принимать иностранных пациентов и оказывать им медицинскую помощь. Давайте у Артура спросим. Вы из Соединенных Штатов Америки, да, к нам приехали. Как вам Беларусь? Да, я родом из Нью-Йорка. Сейчас, ну, уже 4 года, чуть больше в Минске. Я переехал в 20-й. Часто говорили «Ошет», нет? Нет, нет. У меня вид на жизнь со своей Республикой Беларусь. Я очень счастлив. Скажите, а почему вы счастливы? Вы бросили, ну, не знаю, Великую Америку, приехали... В Великое Союзное Государство приехал. Хорошо. То есть это, прежде всего, у вас политическое, да? Из-за политических взглядов? Прежде всего, политические взгляды. Я являюсь очень давно, долго, годы большой сторонник политика Александра Григорьевича Лукашенко и целая социально ориентированная страна, РБ. Именно поэтому, когда я видел, что было трудности в 20-м, мне нужно было, наконец-то, переехать сюда и начинать новую жизнь и как-то внести свой клад. Поможет строить союзное государство. Нужно брать пример вот с этого американца, который налаживает связи, отношения, когда вот сильный президент, это же самое главное, это мир безопасность. Мы сохранили семейные ценности, у нас нет языковых барьеров, у нас нет культурных барьеров. Нет. Скажите, а что вам понравилось в Беларуси? Идея-то самая важная. Ну, сейчас же общество такое, знаете, к комфорту привыкли. Как вам инфраструктура, отдых, работа, транспорт, я не знаю, доступность цифровых технологий? Расскажи. Давайте сейчас начинам с разговора о цифровых технологиях, потому что я даже прямо в глаза заметил последние годы, последние 10 лет, как развивается нейрально быстрый темп. Сифровые технологии, высокая технология в Беларуси. Вообще Минск, как столица, а не только, областный центр, вообще почти везде стали настолько современнее, ни капли не меньше современнее, чем, не знаю, там, на Греции, на Европе, в Америке. Здесь все есть. Да, иностранцы, туристы обычно говорят про чистоту города и чистоту Беларуси. Это точно есть. Ну, не только чистота, у нас безопасность. У меня, как человек с вид на жительство, чувство, что я принадлежу семья, большая семья, уютная семья. Мы сохранили, я же, мы говорю, вид на жительство, дай бог, что когда-нибудь, может, даже гражданство. Но сохранили добрые традиции СССР. Не забыли, не продали государство на Запад. Да, человек, можно строить здесь благополучную жизнь, можно делать все, можно даже зарабатывать финансы. Но не при помощи империализма и эксплуатации. Вот главное преимущество Беларусь. Газификации по всей стране. И много-много еще других. Ну, у вас вид с другого берега, да, даже океана. Большая разница. А скажите, вы же к нам из Латвии приехали, да? Да, я приехал из Латвии. И что же вы так бросили Евросоюз, страну восточного партнерства, больших достижений и тоже на территории Беларуси приехали? В Европейском Союзе есть, по сути, во всем мире есть только одна точка зрения, та, которая правильная с точки зрения государства. И вот моя точка зрения в том государстве, в котором я жил и родился, она не совпадала с моей личной точкой зрения. И как только я его начал озвучивать, начались политики, ну... Вас преследовали? Гонения по политическим мотивам, да. И вы спрятались в диктатуре? Абсолютно верно. Когда вы приехали в Беларусь, что вас поразило, что понравилось и так далее? И что вы пишете, говорите о том, что... В реальности туда спущена на голову местного населения в Прибалтике и вообще в Европе огромная агитационная машина. И Беларусь представлялась таким, знаете, большим хутором между цивилизованной Европой и немытой Россией. А приехав сюда первый раз в 2020 году, это был буквально культурный шок, потому что огромные проспекты, вот как уже отмечалась чистота в городе. Все, кто ездил по Европе, они первое... Надо ездить по Европе и вообще по миру, надо ездить на автобусе. Тогда вы заезжаете в большое количество населенных пунктов. И вы можете посмотреть не то, что показывает витрина, а то, что находится немножко в складском помещении. И в реальности, приезжая на автовокзал в Берлин, в Париж, во Франкфурт на Майне, в Дюссельдорф, первое, кого вы увидите, наркоман, алкоголик и бомжа. И в Нью-Йорке. То же самое. То же самое. Вы увидите и огромное количество граффити, мусор на улицах. То есть государство этим не занимается, ему нету до этого дела. Оно занято какими-то другими, очевидно, делами, раз на это у него нет времени. И, приехав в Беларусь, я сразу отметил, это огромное количество электротранспорта. То есть даже та же самая Латвия, Литва, Эстония, которые находятся в Европейском Союзе, и вроде бы как имеют доступ ко всем европейским фондам, ко всей этой цивилизации, да, выставляют на гора на показ, что вот у нас появилось три автобуса электрических, но по полному маршруту, по самому длинному, они их пустить не могут, потому что нету денег на зарядные станции. И он вынужден ездить только в черте города. Именно поэтому в Беларуси и действует безвизовый режим, так как сказал наш президент, что нам нечего бояться, и мы ответственны за то, что сегодня делаем. Поэтому, когда на Западе говорят про то, что у нас здесь диктатура и прочие-прочие моменты, то люди, которые приезжают сюда, они видят обратное. И более того, скажу, даже докуривая окурок, им не позволит совесть бросить это на пол, на землю. И вот этот сам момент, когда иностранцы сюда приезжают не только погостить, не только поездить по музеям, по историческим ценностям, но они также видят людей открытых, готовых, добрых, честных. И это самое ценное, что может показать Беларусь. Вадим Владимирович, так и рост интереса к Беларуси есть? Сугубо цифры. Это были эмоции, впечатления, а цифры? Безусловно, на протяжении последних лет мы отмечаем значительный всплеск интереса к миграции в Республику Беларусь. Если говорить о цифрах за 8 месяцев текущего года, то подразделениями по гражданству миграции выдано 33 тысячи разрешений на временное проживание, которое предоставляет возможность проживать до года в Беларуси, и 5,5 тысяч разрешений на постоянное проживание. Это 8 месяцев. Если вести речь вообще о цифрах, проживающих в Республике Беларусь, то на сегодняшний момент 168 тысяч иностранцев имеют статус постоянных жителей и документированы видами на жительство, как наши уважаемые гости. Благодарю. И 51 тысяча иностранцев, которые имеют разрешение на временное проживание до одного года с последующей возможностью продления этого разрешения. А вот без виз, да, насколько усложняет работу правоохранительных органов? Или наоборот, к нам кто едет? Вы же наблюдаете ситуацию, мониторите, да? Безусловно. С каких страны? Еду, чтобы полечить зубы, пересадку совершить, узнать о Беларуси? Расскажите вот. На самом деле, начну, наверное, по-милицейски и скажу, что при значительном росте количества въезжающих иностранцев криминогенная обстановка в стране не осложнилась. Да, есть, конечно, некие единичные случаи правонарушений, но они в общей статистике никак не влияют на осложнение криминогенной обстановки. Что касается портрета туриста, то, безусловно, подавляющее большинство – это граждане соседних государств Европейского Союза, которые пользовались возможностью безвиза. После введения, назовем его, большого безвиза для всей Европы, мы отмечаем приезд с граждан более далеких стран. Вся Европа, по большому счету, едет к нам теперь. И даже вот выходя вечером с работы, я иду во дворах, где много частных квартир сдаются. И очень много машин с иностранными номерами, что, безусловно, нас радует. А вот этот большой безвиз, он на сколько времени пребывания рассчитан? Вообще на 90 дней. Как вы думаете, хватает этого времени, чтобы познать нашу Беларусь? Безусловно, людям хватает этого времени для того, чтобы оценить все прелести жизни и пребывания в нашей стране и принять решение для того, чтобы приехать к нам на постоянную жизнь. А есть случаи, когда, допустим, приехал по безвизу и захотел остаться на ПМЖ? Да, да. Таких случаев много. Опять же, все началось безвиза, который был введен для Латвии, Литвы и Польши. Сразу же был отмечен всплеск интереса, особенно со стороны граждан Латвии и Литвы. Это были большие цифры, большой плюс. А вот, допустим, я приехал по безвизу и хотелось бы еще продлить. Можно такая процедура? Предусматривается или нет законодательства? Да, предусматривается. То есть всегда индивидуально мы исходим из того, сколько человеку надо еще находиться в стране и какие цели для чего. Если это медицина, мы всегда идем навстречу. А если любовь к Беларуси? Безусловно, все это учитывается и законодательство дает нам инструменты продлевать сроки пребывания иностранцев. Внимание на экран. Британский блогер лично обратился к министру внутренних дел с просьбой рассмотреть его ситуацию и продлить его пробивание. Пожалуйста, выведем на экран. Дело в том, что тогда я просто не был готов уезжать. Ну, тогда и сейчас я до сих пор, ну, я хочу здесь остаться. Ну, мне реально здесь очень комфортно, очень-очень по кайфу. Я много раз говорил, но повторю снова, мне здесь очень нравится. Чистота вот этой стороны, это просто, я не знаю, это очень удивительно, очень, ну, это замечательно на самом деле. Что все так заботятся о природе, потому что так не везде. Особенно у нас, ну, в крупных городах, ну, типа в Бирмингеме и в Манчестере, например, там достаточно много мусора. И здесь мусор редко найдешь, и это очень круто. Вы, наверное, уже в курсе, но есть очень много стереотипов про сранье Сангайш. Все разваливается, и тут нет перспективов. Я знаю, что это не так. Я стараюсь, типа, проливать свет на это, ну, через свой блог. Открывать людям глаза, что на самом деле, типа, все иначе. Это не так, как они думают. Что я буду говорить про Беларусь? У меня только хорошее воспоминание отсюда. Я могу говорить только хорошее про Беларусь, потому что вы приняли меня за такого, каким я являюсь. Я среди вас не чувствую себя другим, как инвесторанец. Я, типа, такое чувство, что я беларусь тут. Вы услышали мнение обычного жителя, а теперь у нас же плюрализм мнений здесь на передаче. У литовских властей совсем другое отношение к нам. Лучшая реклама Беларуси – это, наверное, антиреклама литовских властей. Я попрошу тоже вывести эту графику на экран, что там написано. Не рискуйте своей безопасностью. Не путешествуйте в Беларусь. Вы можете не вернуться обратно. Ну, правильно, остаются же люди. Вот. Министерство иностранных дел предупреждает, путешествие в Беларусь опасно для жизни, здоровья и безопасности граждан Литвы. Вот так вот работают с электоратом. Ну, вообще, если говорить о безопасности, вот по этому тезису, то давайте вспомним, сколько Беларусь, вот как тут нас объявили, какой-то небезопасной площадки, сколько Беларусь была, скажем так, организатором различных мероприятий. В 2014 году это был хоккей, в 2019 году европейские игры, игры стран СНГ. И что, кто-то пострадал, кто-то получил какие-то вещи. Вон в Беларуси сколько всего мы организовали, какой у нас огромный опыт, и все отмечают нашу доброжелательность и высокий организационный уровень. И что, мы перестали быть безопасным островком, как говорил президент? Нет. Мы по-прежнему являемся открытой площадкой. Против нас вводятся санкции, но тем не менее, мы все равно остаемся гостеприимными. Все равно обеспечиваем свою безопасность и безопасность тех, кто к нам приезжает. Поэтому то, что позволяют себе некоторые наши бывшие коллеги, скажем так, ну это как минимум некрасиво, но мы, как сказал президент, они нам санкции, а мы им безвиз. Поэтому наша открытая душа, она остается, как говорится, с нами, а мнение товарищей, как говорится, со временем поменяется. А как вы думаете, может они просто завидуют эти власти? Ну вы с Латвии, Литва, соседи, поэтому пытаются вот таким образом воздействовать на психику своих граждан? Боятся, что может быть просто литовцы уедут и не вернутся? Боятся когнитивного диссонанса, который может моментально возникнуть после того, когда ты слышишь вот это вот, находясь в той информационной среде и попадая в реальность сюда, создается огромное противоречие. А вас смотрят в Литве, в Латвии? Вы рассказываете о Беларуси? Да, меня смотрят и в Литве, и в Латвии, и в России, и в Англии, и в Бермании. И что, лайкают, дизлайкают и говорят, слушай, ты куплен? Критики много, критики, конечно, много. Без нее никуда, но так устроены социальные сети. Вам получается достучаться до сердец и разума ваших же сограждан? Да, я часто натыкаюсь на комментарий такого характера, что, пребывая там, я слышу одно, приезжая сюда, я вижу другое. Получается, что туризм, в том числе и политика, но туризм – это впечатление. Расскажите, пожалуйста, кто к нам едет, за какими впечатлениями, что больше всего интересует тех, кто приезжает по безвизу или просто обычные туристы? Ну, для нас всегда был приоритетом Российская Федерация, это целевой рынок, который для нас всегда, естественно, формирует поток. Таким же, в принципе, рынком была и Польша, потому что интересы традиционные – это для нас тоже целевой рынок. То, что соседи ввели режим санкций, всевозможные нюансы с гранитами, ну, по бизнесу, конечно, ударило очень сильно. Но, как мы видим, благодаря открытости и безвизу, обычно это граждане с туристическими и иными целями приезжают и едут. Эти целевые рынки от нас никуда не уйдут. А зачем они едут, польские туристы? Польские туристы, как россияне и израильтяне, это три наших основных целевых рынка, где очень много связано культурно-исторических традиций, где понятная комфортная обстановка, достаточно ясные языковые моменты и культурно-исторический интерес. Последние два года в связи со всеми там геоэкономическими, логистическими и прочим, ну, не знаю, вахханали, российский рынок, конечно, заполняет почти что 90%. И благодаря ряду усилий наших дипломатов, в первую очередь, у нас появились новые региональные рейсы. Вот очень важно, чтобы они сохранились. И к нам приезжают россияне из регионов далеких, там Башкирия, Дагестан, Мурманская область. То есть то, что не было традиционным туристом. Все туристы делятся по социальному, гендерному, национальному, экономическому признаку, потому что молодым полякам и жителям Уфы среднего возраста разные интересы. Но то, что их всех бы объединяло, конечно, это комфорт и качество пребывания и нахождения, которое здесь находится. Мы ведь не сделали какого-то сверхподвига, не очистили резкую улицу, не создали великую... Мы просто ее поддерживаем. Мы так живем. То, что в ряде стран идет жуткая деградация, и когда ты попадаешь сюда, ты находишься на территории, на которой комфорт, уют, чистота, безопасность, а самое главное, простота в общении. Вот элементарный сервис. Купи, принеси, возьми, подвези. Здесь просто. И когда вдруг резко ты оказываешься там... Вы хотите сказать, людскость, человечность, вот это, что ли, главное... Это все некая единая такая экосистема нашего устройства жизни. Поэтому, как это, истинному белорусу, попадая в дискомфортное пространство, начинает же все жутко раздражать, потому что это неудобно. Соответственно, людей, где этого дефицит комфорта и качества жизни, попадая сюда, вызывают такое вот счастье и облучение. Но если мы ориентируемся на нашу аудиторию, на наших соотечественников, конечно, чтобы любить Беларусь, нужно в разных странах побывать, и только тогда ты это оценишь и поймешь. Чистота, безопасность продукта питания, это все известно. Но нам удалось другое. Мы смогли сохранить свою историческую память. В какой европейской стране сейчас сохранено столько памятников или к Отечественной войне? В какой? Нигде такого нет. У нас они не то что сохраняются, они обновляются, улучшаются. Они сейчас привлекают людей из европейских стран. Они приезжают почтить память воинов-освободителей. Приезжают к нам, потому что у них это все, к сожалению, разрушено. Поэтому здесь можно сказать только лишь огромную благодарность нашему народу и нашему президенту, что это смогли сохранить ни под давлением ни одной другой страны. Действительно принести такой огромнейший вклад в развитие и нашей страны, и культурного развития других стран. Мы продолжаем работать. Итак, чем Беларусь привлекает иностранцев? Вот у нас в гостях представители белорусской интеллигенции. У вас много друзей, наверное. Вот они приезжают к вам в гости. И что говорят о Беларуси? Ну это совокупность очень простых мелочей. Мы можем сейчас их перечислить. Например, мы уйдем сейчас из Великого к... Да, в конкретности. Но в большинстве стран мира прекрасно готовят баранину и говядину. А свинину в силу исторических разных причин нет. Так как готовят свиньи, шашлыки и стейки в Беларуси, я абсолютно сейчас серьезно говорю, может, это всем кажется просто. Нет, не просто. Нигде в округе так вкусно этого не делают. Мало какой город может позволить себе на байдарках свободно, где удобно пройти по центру, и широченные проспекты, где нету красивых исторических зданий, которые давят над тобой. Как в Ростове-на-Дону или наши великие, там, Питер, Москва и прочее. Этого нет. И вот эта совокупность мелочей, это всегда была проблема. А какой вот в Беларуси бренд? Нету Эйфелевой башни, нету египетской пирамиды, там, или пляжа Аслан-Анстасийской. А вот совокупность вот этих вещей, она поэтому и удивляет, и привлекает, и открывает. Но ее брендировать очень трудно. Поэтому только вместе с продуктами питания, сыром, молоком и медицинскими услугами туризм может брендировать. Я реально думаю, что просто здесь иностранцев чувствуют сразу общий комфорт и знак качества. Беларусь стал просто последней в Европе оплот, устойчивость. Гораздо тяжелее сохранить, чем построить что-то новое. Да, у нас много чего есть, построили, сохранили и замки, и лучшее советское наследие, оно много создано и именно за годы независимости, за 30 лет. Я не про замки и не про культуру сейчас, потому что даже если снести все замки и всю культуру, любой язык поставить, всегда человек будет хотеть кушать. Желудки работают всегда. Вы хотите сказать, качественные продукты, это наши. То есть в первую очередь, что смогла сделать Беларусь, это обеспечить свою продовольственную безопасность. Это очень важно, потому что положим в той же самой, я не могу говорить за Литву, Эстонию, но я думаю, что ситуация там примерно точно такая же. В Латвии большая часть советского наследия, то есть там огромные поголовья скота, больше полутора миллионов единиц, знаменитые на весь Советский Союз те же самые шпроты, которые производила фабрика Кайя. Это все либо уничтожено, либо от этого остались. А мы увеличили производство и так далее, и так далее. Ну, 8 миллиардов на молоке зарабатываем, на молочных продуктах. А это спортивные объекты, которые массового характера. Ищут не столько о хоккейных аренах, а бассейны, велодорожки, баскетбольные площадки и прочие вещи. На них государство тратит достаточно серьезные ресурсы. В других экономиках капиталистических этого нет. Ни в таком объеме, ни в качестве. И кто-то проживает даже из нас, из-за отечественников, в Москве, в Питере, в других крупных городах, это всегда очередь на дорожках, а у нас этого нет. Я сейчас про туризм. И корпоративные мероприятия, которые у нас фактически являются туризмом, когда крупные российские корпорации проводят здесь у нас, всевозможные спартакиады развлечений, это очень серьезное наше конкурентное преимущество, когда они выбирают, а куда же нам отправить 500 человек на корпоративные мероприятия? В Баку, в Ташкент, в Самарканд или в Минск, или в Казань. И вот тут, сказание, правда, тяжеловато, у них тоже хорошо, но у нас все равно лучше. Мы социальное государство, и это мы подтверждаем ежегодно. Ежегодно в наш бюджет закладывается больше половины средств, которые уходят на социальную сферу. Отсюда мы видим все эти стадионы, площадки, мы видим продовольственную безопасность, безопасность питания и так далее. Это все определено нашему государству. Поэтому все эти ценности, о которых мы с вами говорим, они именно отражают то, что наша государство социальное. А вы хотите сказать, что туристы просто говорят об этом? Ну, то есть свидетельствуют о правильном развитии страны, да? То есть они видят эти плюсы, и эти плюсы монетизируются. Ну, да, они не рассуждают же о государстве. Главное, получить свой комфорт за те деньги, которые не заплатили, они окажутся на площадке, где комфортно, хорошо, безопасно и прочее. Но я очень согласен с коллегой из Риги, что надо это сохранить. Это непросто. Это непростая задача. Здесь и кадры, и ресурсы, и стратегия на 10-15 лет, а не на год и пять, пока там контракт руководителя не заканчивается. Это серьезная вещь, которой нужно системно заниматься. Я очень бы побоялся, чтобы не было никакого головокружения от успехов. Всех много, все едут, везут к нам сюда деньги, и всем здесь нравится. Нельзя почивать на лаврах. Нужно понимать, какие вызовы стоят, какая находится конкуренция, потому что никто не дремлет из дружественных стран, пытающихся отстроить то же самое. Белорусы тоже едут в Россию, я знаю. Да, и едут все чаще, и едут все больше. Да, они вывозят наши рубли в дружественное и союзное государство, но тем не менее вывозят. А внутренний турист тоже, идеальная тема, есть потенциал для него? Он всегда был. Мы далеко еще находимся от того потенциала, которое стоило бы... Да, он растет каждый год, это миллионы поездок, но все равно огромное количество белорусов не выезжает за пределы своих постоянных мест дислокации и проживания. А ключ в этом – это отсутствие инвестиций дополнительных в нужном масштабе в региональную инфраструктуру. Потому что туризм – это не минские туркомпании, это здания, которые строятся на рекреационном ресурсе в наших регионах и создают рабочие места. Все равно турист голосует рублем, понимаете? И те услуги, цена-качество, сочетание – это самое главное, что привлекает. Это раз, и второе – нельзя останавливаться на достигнутом, потому что один раз человек приехал, посмотрел, окей, и начинает выбирать себе другой маршрут. Мало того, что он в следующий раз должен приехать, вот задачка какая со звездочкой, он еще пять человек с собой должен привезти. И снова удивиться. Все, что сказали наши коллеги, да, то можно сказать, что в Беларуси, безусловно, мощная политика, большой научный потенциал, хорошая экономика, большая промышленность. И отвечая на вопрос на ваше ток-шоу, чем привлекает в Беларусь иностранцев, да, можно сказать тем, что она привлекает, она живет, она процветает, она ориентирована для людей. В то время как на Западе, я сейчас говорю не потому, что я под санкцией, а потому что мы это знаем, действительно, Европейский Союз загнивает, эти вот бомжи, проститутки, все, что вы сказали, ну, это реальность, оно происходит. И люди, когда приезжают, у них реально когнитивная диссонанс. Вот там вот, помните, был баннер, там написано «Посещение Беларуси опасно для жизни». Конечно же опасно, потому что Беларусь – это страна для жизни. И здесь может сломаться стереотип. Вы думали, что вы будете всегда жить, извините меня, где-то там внизу, будете жить на третьих рядах, приезжайте сюда, понимаете, что ваша жизнь сломлена, вы избавились от этого, от костяка, который за вами был, и выйти в реальную жизнь, реальную заботу о людях. Ну и, конечно же, Беларусь всегда исторически находилась на границе между западной и восточной цивилизацией. Отсюда сформировалась уникальная культура, уникальная кухня, национальные обычаи и определенные обряды. Это все проходило сквозь века. Исторические события здесь большие происходили. И сегодня наша белорусская уникальная модель характерна тем, что она выделяется на фоне других стран. Посмотрите, какие уникальные места, какая безопасность, какая социальная политика. Это все было сказано. Но при этом мы смогли остаться людьми. Мы не пропагандируем, мы там националисты, мы выше других. И мы не говорим, что мы хуже других. Мы понимаем, что нам, как говорит президент, Бог дал этот кусочек земли. Мы его развиваем, процветаем. Несмотря на то, что наша страна всегда находилась под каким-то гнетом, под какими-то проблемами. И вот на этой вот кровавой земле, потому что столько войн здесь было, столько людей погибло, прорастают ростки будущего. Президент своей командой смог создать эту страну. Молодежь эту эстафету принимает. И, конечно же, чем еще привлекает иностранцев Беларусь? Тем, что здесь созданы условия для нашей молодежи. Потому что на Западе молодежь никогда не придет в политику. Им скажут, сиди, учись, лет в 50 кто-нибудь тебе предложит купить вакант на место. А сегодня молодежный парламент, Беларусский республиканский союз молодежи, Белая Русь, все субъекты... Мне кажется, иностранцев это вряд ли, они об этом не знают. Они едут расслабиться и отдохнуть. Восприятие западных туристов отличается от восприятия тех туристов из России или дружественных стран, бывших пространств СССР и так далее. То есть, когда туристы из Запада сюда первый раз приезжают, они заметят, что здесь сохранили нормальность, традиции, нормальную жизнь. Заметят каждый второй человек. Запад уже достигал такой уровень абсурд. Большой цирк. Уже ничего не имеет смысла. Они как через границы Литва, Латвии или... Сразу другой мир, да, получается? Заметят, что здесь, и в том числе в России, нормальная жизнь, как раньше. Есть мужчина, есть жена, есть семья, есть доступные цены. Люди можно просто жить. Да, здесь все очень красиво и все очень чисто, но самое главное, Беларусь гуманная страна, где можно жить, доступно. Ну, слушайте, яркий пример, да, в Европе там гей-парады, эти марши бывших нацистов и неонацистов, да, а в Беларуси традиционная семейная ценность. Посмотрите, в Беларуси, наверное, самые прекрасные девушки и женщины. Вообще, ну, в целом, славянские девушки, да, это элемент такого вот качества, знак качества, самого настоящего. И даже вот Инна Саня сюда приезжает, видит традиционную семейную ценность. Нету этих геев, нету этих проституток. Красивые, ухоженные девушки, им хочется создавать семью, им хочется здесь остаться, им хочется здесь безопасно. Много ли действительно иностранных женщин осталось здесь, завели здесь семью? Да, есть на самом деле. Скорее всего, большая часть это иностранные студенты, которые, молодые девушки, они в большей степени вступают в брак с белорусскими парнями и остаются жить здесь. Вот очень важно, не белорусские уезжают куда-то, а к нам приезжают? Да. А в основном это студентки с глобального юга, Азия или Европа тоже? Массово представлено студенчество у нас. Это граждане Туркменистана, граждане Китая, соответственно, и браков с белорусами больше. Но граждане Евросоюза тоже вступают в брак и остаются здесь жить. А семьями переезжают? Это то, вот о чем начали говорить коллеги, я хотел бы дополнить. Действительно, вот этот вопрос гендера, нормальности, как это было вот сказано, он тоже существенно влияет. И именно со стороны граждан Европейского Союза мы отмечаем интерес граждане Германии. У нас есть примеры, когда вот уже несколько семей переехало в Беларусь, они ведут там тематические какие-то форумы, чаты, и к ним едут уже другие немцы, потому что, ну, все прекрасно понимают, там третий пол, там какой-то туалет для всех и тому подобное. Это не нравится. Люди хотят воспитывать детей в нормальных ценностях. Поэтому для этого и сюда едут. Я хочу дополнить, в качестве уже бизнеса, вот у нас есть коллега, представитель Российского Союза туриндустрии в Германии. И после пандемии всех этих событий бизнес фактически закончился, туристы перестали ехать. И вот с прошлого года у них возникло новое направление, они собирают в Германии бизнесменов и желающих, привозят их в Россию, и примерно за три недели они объезжают и на практике смотрят, как устроились иностранцы, как открыли бизнес, как легализовались по документам. И теперь, благодаря безвизу, как только это в июле произошло, мы тут же по своей линии связались, предложили эту практику попробовать с Беларусью, и сейчас это становится реальностью. Мы ждем вот уже в октябре первый тур такой вот среди немецких бизнесменов, для того, чтобы объяснить им, как у нас можно это все дело провести, и кто захочет переехать сюда, и, соответственно, открыть здесь дела, получить вид на жительство и прочее. Именно поэтому... Именно поэтому запрос на нормальную жизнь... Они хотят увидеть ее. Они видят и остаются. Скажите, Александр Геннадьевич, вопрос вам и как белорусу, и как замминистра. Как белорусу. Вот вы приглашаете, допустим, своих коллег, друзей из других стран, куда вы их ведете? Как демонстрируете Беларусь для них? Конечно, приглашаю. Когда вы говорите, почему все декларируют Беларусью хорошо, да потому что Беларусь, она не декларирует, она работает над этим. И когда ко мне приезжают друзья и гостей, а их очень много, из Европы, из России, из дальнего и ближнего зарубежья, то моя родина Могилевщина. И поэтому я всегда их везу к себе на родину. На свиные шашлыки, да, и на свежий воздух. Это тоже в комплекте, да. Но кроме этого же есть много чего показать, начиная от тех исторических моментов, которые были. Дворцы, которые есть и восстановлены на сегодняшний день и в Кировском районе, и в Кричеве. Поэтому всегда... Ратуша Могилевская. Вот, Ратуша Могилевская. Это особенный шедевр, который в любом случае, пока по площади не пройдешь, не покажешь, что здесь была ставка Николая II. Рядом находится городская больница скорой помощи, которой 220 лет. И все сохранено, все работает. И туда не страшно зайти, как в некоторых странах, когда не знаешь, посмотришь, вот это, говорит, первая клиника этой страны. Там штукатурка обваливается. Поэтому все-таки мы гордимся и с этой гордостью показываем людям, как мы живем, где мы живем. И они, видя это, приезжают к нам снова и снова. Скажите, а может быть, такие туры, как вы говорили, организовывать и врачам с соседних стран? Можно. Единственное, что врачи, они достаточно занятые люди, а учитывая, что в соседних странах там нехватка. Во многих странах в два раза меньше врачей, чем на сегодняшний день в Республике Беларусь. Поэтому им удается выбраться в лучшем случае на семь дней два раза в год куда-либо. И они предпочитают куда-нибудь заехать на острова для того, чтобы проветриться. Хотя, когда у нас есть уже достаточно тесные связи между немецкими товарищами, которые приезжают к нам, и для того, чтобы заодно и поработать, поделиться навыками, и посмотреть те красоты Беларуси, которые есть. Евгений, я был свидетелем. Иностранец подходит к бабушке и спрашивает, подскажите, я заблудился, что сделать? Что отвечает бабушка? Унучек мой миленький, может, ты ко мне до хаты зодишь? Это только у нас такое происходит. Мало того, что мы укажем путь, мы еще и в ресторан заведем, домой, накормим, напоим. И это обязательно нужно сохранить. Если мы этого делать не будем, а мы молодежи-то и делаем, но мы показываем своим примером, что молодежный парламент к этому стремится. И это самое главное, вот именно, чем привлекает Беларусь иностранцы. Указывает путь. Именно Беларусь, оказывается, наша скромная страна с четкими ориентирами, без высоких геополитических амбиций, указывает путь. Приезжайте до нас в Беларусь и путешествуйте к нам, можете оставаться. Что самое важное, я помню, это развитие туризма, когда мы начинали с замков. Ну, замки, это история, это интересно, это глубина, а глубина нынешнего туристического потенциала Беларуси, что мы стали форпостом нормального мира. Напомню, в эфире был совместный проект телеканала СТВ и молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. Здесь звучат разные мнения, чтобы понять, что нам дано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова